всем добрый день у нас продолжается рубрика разминка для ума до этого мы рассмотрели систему с нижней разводкой однотрубную вертикальную пиковым движением теплоносителя с разносторонним присоединением отопительных приборов рассмотрели мы два варианта конкретно автоматизированную систему отопления установкой автоматических регуляторов расхода и второй вариант мы рассмотрели с ручными балансировочными клапанами которые устанавливали непосредственно в ту же самую систему и продемонстрировали расчет сейчас принцип тот же самый единственная система поменялась стала система с верхней разводкой также однотрубная вертикальная пиковым движением теплоносителя тема осталась та же единственная система с верхней разводкой принцип тот же самый виду того что это однотрубная система их рекомендует проектировать начиная три этажа и выше но виду того что у нас уже пример готов мы можем взять исходные данные программа овентропа zc 5 0 где мы уже почитали мощность отопительного установка помещений здесь приведем в кратком режиме я скажу основную информацию перед каждым разделом а все остальное если вы в первый раз попали непосредственно на это видео есть на моем канале двух плейлистов компьютерные технологии в темах тгв и системы отопления можете открыть плейлист и открыть и там более подробно рассматриваются непосредственно все элементы сейчас мы приступаем непосредственно к расчету для этого мы должны перейти в программу damfoss со 3.8 и посмотрим как проектируется отрисовывается на эти элементы системы отопления в этой программе итак переходим для того чтобы работать программой вам понадобятся рекомендации именно пособия фирмы damfoss как проектируется системы отопления жилых и общественных зданий здесь не только касается многоэтажных зданий и также касается индивидуальных строений поэтому заходим на сайт damfoss всегда берем актуальную версию данного пособия и на основании этого пособия в дальнейшем смотрим рекомендации и проектируем соответствующие системы отопления с расстановкой их оборудования для того чтобы в последующем не было проблем с гарантийным обслуживанием данного типа оборудования если вы поставите не в соответствии с рекомендациями то в дальнейшем у вас будут проблемы по гарантийному обслуживанию если таковы существует на время приобретения данного оборудования вот у нас программа damfoss со 3.8 что из себя представляет программа какие окошки какие иконки здесь присутствуют мы рассмотрели уже ранее предполагается то что вы уже подготовлены и начинаете выполнять на этой программе зная основные элементы приступаем к расчету однотрудной системы отопления с верхней разводкой вертикальной типиковым движением теплоносителя разносторонним присоединение отопительных приборов две магистрали расположены в помещении и они теплоизолированных обратная магистраль располагается по полу подающий магистраль пол потолком первым делом что мы сделаем это возьмем данные из программы винтропа zc 50 из-за того что они у нас уже есть если у вас магистрали не прокладывается на чердаке и в подвале то есть эти помещения у нас лишние я их просто удаляю если вы прокладываете в этих местах то ни в коем случае не удалять то есть у вас добавляется помещение и в них прокладывается соответствующие магистрали в подвале обратная магистраль на чердаке соответствует подающая магистраль у меня все магистрали прокладывается в помещении по первому этажу по полу обратно а подающие соответствует прокладывает под потолком второго этажа Набираем исходные данные, которые нам потребуются для расчетов. Приступаем к отрисовке вашей системы отопления с верхней разводкой, вертикальная, однотрубная, с тупиковым движением теплоносителя, с разносторонним присоединением приборов. Сначала себе делаем небольшую заготовку в виде перекрытий и в виде одного помещения, чтобы в дальнейшем все у нас благополучно отрисовалось. Ввиду того, что у нас отопление только на двух этажах и размещение магистрали, нам нужно два этажа, три перекрытия. Если у вас подвал и чердак еще, то тогда понадобится пять перекрытий, и будет четыре у вас этажа, два этажа живых, один чердак, один подвал. Так, нам нужно три перекрытия. Приступаем к отрисовке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уходящий на узел управления Как вот здесь вот и продемонстрировано. В последующем, если вам необходимо посчитать какую-то зависимую схему подключения, вы берете стороннюю программу, можно тоже программу Danfoss рассчитать, исходя из тех давлений, которые получили. А чтобы увидеть эти давления, давайте здесь поставим еще одно устройство, а конкретно насос будет говорить о том, что здесь у нас насосное теплоснабжение. Направление можно повернуть, программа не распознает, как обозначен насос. Можно было оставить и в предыдущем варианте. Ну а насос просто поставим для того, чтобы определить напор и расход непосредственно в этой точке. Итак, вот все мы разрисовали нашу схему, указали определенные узлы. Не забываем о местных сопротивлениях. Я здесь указал только в двух местах. Подающие обратно и с одной стороны, и с другой, соответственно, стороны. Если где-то у вас еще есть загибы и тому подобное, при помощи первой закладки, где есть соответствующие местные сопротивления, все их расставляете. Приступаем к расчету. Расчет мы будем производить двумя способами. Первый расчет будет с автоматическими регуляторами расхода. Второй расчет будет с ручными балансировочными клапанами. Как они устанавливаются, я продемонстрирую на этом примере. Давайте приступать к первому способу. Расставим регуляторы расхода. Будем брать регулятор расхода ABQM. Регулятор расхода ставится в основание. Приступаем к расчету. Напоминаю, если у вас ползунок расчета дошел до 50%, есть грубые ошибки, неправильно что-то вы сделали, отрисовали и тому подобное. Она вам их покажет и продемонстрирует. Достаточно нажать на ошибку, она встанет в то место, где у вас эта ошибка существует. Если у вас дошла ползунок до 100%, то в этом варианте, в случае отсутствия ошибок, делать ничего не надо. А в случае наличия ошибок, нужно будет исправить ошибки в результате расчета видопроектирования вашей системы отопления. Итак, приступаем к расчету. Что обозначает данная ошибка? Для того, чтобы ее исправить, вспоминаем правило, что однотрубные вертикальные системы рекомендуют проектирование с выше трех этажей. Если вы откроете руководство, там будет таблица при расчете однотрубных систем в зависимости от количества отопительных приборов в стояке. Чем больше приборов в стояке, тем больше получается коэффициент ограниченный и тем самым исчезает вот эта ошибка. В настоящее время, то есть я исправить ее не смогу по одной только причине, так как у меня в стояке располагается только два отопительных прибора. Поэтому, либо увеличивать количество этажей, но у нас здание двухэтажное, и вспоминаем еще раз правило, что для вертикальных однотрубных рекомендуют применять при количестве этажей три и выше. Те остальные ошибки у нас исправлены, остались именно только эти, то есть если мы сейчас нажимаем, то здесь та же самая ошибка по приборам. Принцип исправления я сказал, тогда нужно применять в данном здании не данную систему отопления, а просто другую систему отопления. Поэтому, когда будете проектировать систему многоэтажных зданий, то есть там вот этой вот ошибки, скорее всего, не будет. По тем причинам, так как в многоэтажном здании там от пяти и девяти и выше этажей, поэтому увеличивается коэффициент затекания ограниченный. И тем самым расчетное значение получается меньше, чем ограниченное, и это условие проходит. Вот такая вот ошибка, вернее ошибки, но это у каждого отопительного прибора. Результаты у нас есть, посчитала, то есть подобраны все диаметры, подобраны настройки регулятора расхода. В таком виде для однотрубных вертикальных систем с верхней разводкой, то есть можем получить только такой вариант. Да, и еще один момент с нижней разводкой в предыдущем видео, мы такого не получили, потому что у нас количество приборов, вернее количество приборов в стояке было четыре. Здесь тоже четыре, но они соединены последовательно. А там было по одному части два прибора и по второй части два прибора. В сумме получается четыре. Как бы четыре этажа, если бы развернуть, сделать такой вот стояк вертикальный, для четырехэтажного здания у нас бы все прошло. Может быть и для трехэтажного прошло, но это нужно рассчитывать. Поэтому вот эту вот ошибку в данном варианте я не смогу исправить, только путем уменьшения количества этажей. И поэтому считается система с верхней разводкой менее теплогидравлическо устойчива по сравнению с системой с нижней разводкой, где там применяется достаточно в стояке трубопроводов, то есть идут две трубы. А здесь у нас, как видим, одна труба по три метра, то есть шесть метров, а там четыре трубы по три метра, получается 12 метров. Вот такие ошибки. В данном варианте при автоматическом режиме составляем в таком виде расчет. Давайте рассмотрим второй вариант расчета при ручных балансировочных вентилях. Как будет рассчитываться данная система, куда вам нужно установить эти балансировочные вентиля. Итак, приступаем. Идем. Правила установки у нас с ручным балансировочным вентиляем в основании стояка. Дальше на кольцо ставится и ставится на систему. Итак, начинаем расчет и смотрим, исправляем соответствующие ошибки. В результате расчета у нас сложилась та же самая ситуация, что непосредственно автоматическим регулятором расхода. У нас везде единственная ошибка, которая идет на приборах. Та же самая о том, что при увеличении количества приборов в стояке, имеется в виду не параллельное присоединение, а вообще количество в стояке. По сути можно считать, что вот это вот ординарное присоединение. Чем их больше приборов, количество этажей выше. И требуется при проектировании вертикальных однотрубных систем свыше трех. Начинать с трех этажей и выше. Поэтому здесь я ошибки также не исправляю, а вставляю в таком варианте. По сути для данного дома необходимо проектировать другую систему, как вариант однотрубной с разносторонним присоединением приборов. Потому что там у нас этой ошибки не было, так как было четыре прибора в стояке. И длина была вместо 6 метров 12 метров в два раза больше. Тем самым у нас значение затекания расходов прибор было меньше, чем ограниченное значение затекания прибор, которое описывается внутри пособия по данному программному обеспечению. Можно открыть табличку при расчете однотрубных систем и там приводится в зависимости от того, сколько у вас в стояке приборов, не разветвленных, а вот именно по одной трубе, которая идет. Тем лучше для системы снабжения этих стояков. Поэтому, еще раз повторяю, однотрубная система с верхней разводкой менее теплогидравлической устойчива по сравнению с однотрубной системой с нижней разводкой вертикальной. Все у нас почитало. Дальше исправлять не имеет смысла по той причине, которую я обучил выше. Но затем расчет окончен. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных расчетов и проектов до следующего видео. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok